Юрий Гагарин 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 Для этого даются даже специальные линеечки. И вот Гагарин заметил, что он доставал рыб меньше полагающегося размера, прикидывал линеечку, как-то наклонял ее, чтобы получилось, значит, больше, и бросал в подсумок рыб, которых полагалось бы выпустить в реку. «Ну почему же вас так огорчило?» – спросила Гагарина. Он говорит, «Ну естественно, что я это огорчил, ведь в этом же такая неправдивость». Ведь он не будет космонавтом, – сказал Гагарин, – потому что нельзя быть космонавтом, если ты нечестен. Вот эта простая, вместе с ним очень глубокая мысль находит подтверждение в другом событии, о котором я узнал уже позже, когда, заинтересовавшись по-настоящему творчески личностью Гагарина, стал собирать о нем материал, стал встречаться с людьми, которые его знали, с его близкими, родителями, с его товарищами по учебе, с его женой Валентиной Ивановной. Вот, я узнал много о Гагарине, в том числе узнал об одном испытании, которому он, наряду с другими космонавтами, подвергся в сурдокамере. Сурдокамера – это такое замктое помещение, где космонавты проходят испытания на одиночество. Это трудное испытание, тем более, что космонавт никогда не знал, сколько времени он пробует там один. Но вот в тот раз, о котором сейчас идет речь, это испытание было особенно тяжелым. И Гагарину, человеку необычайно здоровому, ему было тяжело, ему не хватало дыхания, у него была тяжелая голова, он ничего не мог понять, что с ним происходит. Он был страшно огорчен, потому что он думал, что он не годится, значит, у космонавта, что у него что-то случилось со здоровьем. И когда он, наконец, вышел, пробыв там долгое время, вышел с очень плохим самочувствием, он, как и другие проходившие испытания, встретились с Королевым, который был не только творцом вот того замечательного аппарата, той ракеты, в которой было усуждено одолеть земное притяжение и проникнуть в космос, но был для них отцом, богом, всем. И вот космонавт стал спрашивать, как вы себя чувствуете? И молодые, бравые ребята, превозмогая недомогание, все, как один, говорили, что чувствуют себя отменно. Готовы ли к выполнению задания, спрашивал Королев, и все так же дружно и лихо отвечали. Готовы. Дошла очередь до Гагарина. И он подумал, что он тоже должен сказать, что он чувствует себя хорошо, и что он готов лететь куда угодно, куда ему прикажут. Но, с одной стороны, высокое уважение и любовь к Королеву, с другой стороны, природная честность, воспитанная в нем и семьей, и школой, и комсомолом, и партией, и всей его жизнью, вот эта высочайшая честность, искренность, которую всегда отмечали Гагарина, помешали ему сказать то, что ему казалось таким для него нужным и выгодным, что да, я себя чувствую прекрасно. И он сказал, чувствую, ничего, но бывает лучше. А готовы к выполнению задания? Последовал вопрос. Если надо, полечу, но лучше бы в другой раз. Сказал Гагарин, чувствуя, что для него все пропало. И неожиданно он услышал от Королева, нет, дружок, именно вы-то и готовы к выполнению задания, потому что вы ответили правду. Оказывается, это было испытание не на выносливость, а испытание на честность. Вот самое большое испытание, которое только может пройти человек. И Гагарин проявил вот эту абсолютную, кристальную честность, искренность, он сказал правду. И может быть это сыграло какую-то роль, что действительно он оказался космонавтом номер один. Кстати, Королев очень хотел, чтобы летел Гагарин. И потом, как Гагарин так блестяще, легко и прекрасно слетал, Королева спросили, неужели вы думаете, что другой космонавт слетал бы хуже? Он говорит, конечно нет. Слетать мог бы так любой космонавт. Но никто бы так не улыбнулся миру и человечеству, как улыбнулся Гагарин. И весь мир увидел, что космос не страшен. А ведь так важно вот первое ощущение от этой тайны, которая называется космосом. Гагарин сразу породнил людей с космосом. Вот в чем было особое значение гагаринского полета и той гагаринской улыбки, о которой написано и сказано так много. И все справедливо. Потому что это действительно была улыбка, дающая ощущение счастья и радости и соприкосновения с необыкновенной, чистой и прекрасной душой. Судьба твоя Россия Мальчишечья улыбка, да мудрые слова. Вот когда он чувствовал, что летает. Ему принадлежали и сим бескрайнего неба, и легкие светлые облака, и ширь земли далеко внизу. И все это потому, что он держится в воздухе своей силой. А прежде его держала рука инструктора Мартьянова. Да, он также сжимал штурвал, управлял самолетом, но им самим управляла чужая воля, и он ощущал ее даже в те минуты, когда инструктор не вмешивался в его действия. А сейчас узнал, что значит лететь на своих крыльях. И это было счастье. Юрий Гагарин засмеялся, чувствуя сушь обветренных губ, изнурительно сухое и пыльное лето стояло в Саратове. И вдруг запел. Мог ли он думать, что пройдет не так уж много лет, и в кабине космического корабля он запоет над всем миром песню, которая сразу станет знаменитой лишь потому, что ее пел он, Гагарин, первый человек, проникший в космос. Но надо садиться. Ему положено сделать всего один круг, так же, как и в том будущем полете. Он приземлился красиво и точно, спрыгнул на землю и, стараясь не выдавать своего бурного восторга, отрапортовал инструктору Мартьянову «Товарищ инструктор летного дела, задание выполнено». «Молодец», – сказал Мартьянов, – «поздравляю». «Для первого раза совсем неплохо», – сказал, подходя генерал-майор авиации со звездой героя на кителе. Гагарин видел его, еще когда рапортовал Мартьянову. Но что могло быть общего между генералом авиации, героем Советского Союза и скромным курсантом аэроклуба? И вдруг протянулась ниточка. Он вспыхнул и неловко поклонился генералу. «Какой путь вы себе избрали?» – спросил генерал. Гагарин смешался, и за него ответил Мартьянов. «Индустриальный техникум кончает, будет летейщиком». «Хорошее дело!» – в голосе генерала прозвучало разочарование. «Хорошее – ничего не скажешь. А только он прирожденный летчик. Мог бы стать классным пилотом». «Я хочу летать, товарищ генерал!» – вдруг звонко сказал Гагарин. «Я ничего другого не хочу!» «Вон как!» – генерал внимательно посмотрел в открытое лицо юноши, словно хотел запомнить его на будущее. «Как вас зовут?» «Юра!» – по-детски ответил курсант, и тут же поправился. «Юрий Алексеевич!» «Фамилия?» «Гагарин!» «Хорошая фамилия, княжеская!» – усмехнулся генерал. «Не, мы колхозные!» Как во сне произнес Гагарин, ему показалось, что кто-то иной, далекой произнес эти слова. И, словно усиливая его странное чувство, генерал поднес пальцы к седым вискам, как делают люди, пытаясь вспомнить забытую мелодию. «Боже мой! Ведь так уже было! Я слышал, слышал эти слова!» Гагарин смотрел на генерала и сам неудержимо проваливался вглубь лет. Перед ним было родное Клушино начало войны. Деревенская улица, вдруг накрытая адским грохотом, заставившим кинуться в рассыпную кур, уток, гусей, поросят, а дворовых псов с воем забиться в конуры. Над крышами исп, едва не пошибав радиоантенны, пронеслись два краснозвездных самолета, и за одним из них тянулся хвост густого черного дыма. Внезапно возникнув, они также внезапно скрылись, только грохот их еще колебал воздух. Казалось, самолеты сели на картофельное поле за деревней. Все, кто был на улице, кинулись туда. Соколица слабо всхолмленная, окрестность просматривалась далеко. Она не имела края и как-то неприметно становилась небом. Самолетов как не бывало. Улетели, видать, к базе своей потянули. Любопытные повернули назад. Юра остался. Он жадно оглядывал местность. Вдруг сорвался и побежал через поле к можжевеловой поросли, за которой в низине лежало болото. Там они и оказались. Один самолет целехонько стоял на твердой земле, другой исходил последним дымком в темной жиже торфяного болота. Видно, его и погасило болотной влагой. Юра подошел совсем близко, но пилоты не замечали его. Старший из них бинтовал своему молодому белобрысому товарищу раненую руку. — Больно, да? — спрашивал старший. — Чепуха! Кабы не ты стучаться мне у райских врат. Не трави баланду! — сердито сказал старший. И тут заметил мальчик. — Эй, пацан! Это что там за деревня? Это не деревня, село, — застенчиво пробормотал Юра. Вот формалист. Ну, село. Клушина. — Понятно, — пробормотал летчик. Тебя как звать? Юра. Юрий Алексеевич. Ого! А фамилия? Гагарин. Хорошая фамилия, княжеская. Нет, мы колхозные. Того лучше. Председатель у вас толковый? Ага. Записку ему отнесешь, — сказал старший. И, подложив планшет, стал что-то писать на листке бумаги, вырванном из блокнота. — Дядь, а вас на фронте подбили? — спросил Юра раненого. — Факт, — морщаясь ответил тот. — А он что так низко летел? — спросил Юра старшим. — Меня прикрывал. — Как прикрывал? — Ну, от врага оборонял. Это, браток, взаимовыручкой вызывается. — Дядь, а когда летаешь, звезды близко видны? — Еще бы, — усмехнулся раненый, — как на ладони. — А там кто есть? — Вот не скажу. Так высоко мы еще не залетали. Слушай, Юрий Алексеевич, тебе боевое задание, — прервал их увлекательный разговор старший. — Передай эту записку вашему преду. Понятно? Юра опрометью кинулся выполнять первое в своей жизни боевое задание. Вечером мать не пустила его со двора, а он не мог объяснить ей, что нужно ему к летчикам. Прочитав доставленную им записку, председатель строго-настрого предупредил. О летчиках никому ни слова. Юра не понял смысла этого запрета, но ведь боевые приказы не обсуждаются, и он молчал. Чуть свет. Юра выскочил из спящей избы и помчался в поле. Он бежал напрямик сквозь мокрый от росы орешник через овраг, острекался злой осенней крапивой, но все равно опоздал. Летчиков не было. Лишь в темной торфяной жиже сиротливо торчал полузатонувший истребитель. Юра с грустью поглядел на пепельный кружок костра, на глубокие борозды, оставленные самолетом, унесшим летчиков. А потом, перепрыгивая с кочки на кочку, добрался до утопшего самолета и залез внутрь. Занял место пилота, положил руки на штурвал и... Теперь он знал, почему испытанное сегодня при всей своей ошеломляющей новизне на миг представилось повторением распережитого. Вот тогда в мертвом черном самолете почувствовал он небо, полет, крылья, как не чувствовал потом уже ни разу вплоть до сегодняшнего дня. И в генерале вид этого юноши пробудил забытые воспоминания, и все они сводились к появлению из пустоты полей светловолосого деревенского мальчика, удивительно похожего на пастушка с Нестеровской картины «Видение отроку в Арфоломею». Стоявшим перед ним нерослым юноши были те же Нестеровские краски, так же, как бы это сказать, внутренняя высвеченность. А вот Гагарин не узнавал генерала. Раненым белобрысым летчиком он явно не мог быть. Волосы на его висках были темными, и уж слишком немолодое, изрубленное морщинами загорелое лицо. И твердо сочтя генерала старшим из двух летчиков, Гагарин спросил «А как ваш товарищ?» «Какой товарищ?» – не понял генерал. «Вот и раз! Неужто и такое можно забыть в круговерте жизни? Ну, которого вы прикрывали!» – сказал он упавшим голосом. «Вы что-то путаете, ваше сиятельство!» – рассердился генерал. «Да ничего я не путаю!» И, забыв о всякой почтительности, Гагарин горячо и сбивчиво принялся оживлять затвердевшую память старого воина. Тот слушал его с интересом, удивлением и вроде бы печалью. «Да!» – вздохнул генерал, когда Гагарин замолк. «Жизнь ищедрее и в чем-то скупее, чем нам кажется». «Как называлась твоя деревня?» «Село Клушино. Оно и сейчас так называется?» «Понятно. Теперь я вспомнил. Мне тогда помог другой князь – Куракин из села Куракино. Судьба твоя, Россия, И вьется вдаль светла, Смоленская дорога, Что к звездам привела, Смоленская дорога, Что к звездам привела, Мальчишечья улыбка До мужества орла». После своего исторического полета Юрий Гагарин стал нарасхват. Его хотели видеть все страны и все народы, Короли и президенты, Люди военных и штатских профессий, Самые прославленные и самые безвестные. И Гагарин охотно встречался со всеми желающими, Но охотнее всего Шел он к курсантам летных училищ, Как бы возвращался в собственную юность, В ее лучшую золотую пору. Как-то раз, Когда официальная встреча уже закончилась, И дружеский разговор перекочевал Из торжественного зала В чахлый садик на задах летной школы, Один из курсантов Спросил, заикаясь от волнения, «Товарищ майор, Этого, А о чем вы думали Тогда?» «Когда тогда?» Спросил с улыбкой Гагарин, И потому как дружно грохнули окружающие, Понял, что задавшему вопрос курсанту В привычку вызывать смех. Гагарин пригляделся к нему внимательней. Большое незагорелое лицо, Вислый нос, Напряженные и какие-то Беспомощные глаза, Толстые ноги иксом. Да, не Аполлон. И не Цицерон, к тому же. Он никак не соберет слова во фразу. «Ну, в общем, Я чего хотел спросить? Когда вы По дорожке шли?» Курсанты снова грохнули, Но Гагарин остался подчеркнуто серьезен, И смех сразу погас. «Вы имеете в виду Внуковский аэродром?» «Рапорт правительству?» «Во-во!» Обрадовался курсант, Достал из кармана Мятый носовой платочек С девичьей каемкой И вытер вспотевший лоб. Теперь уже все были серьезны И не по добровольному принуждению, А потому что наивный вопрос курсанта Затронул что-то важное В молодых душах. Гагарин шел через аэродром На глазах всего мира. И это было для них Кульминацией жизни героя, Сказочным триумфом, Так редко, увы, Выпадающим на долю смертного. О чем же думал герой В это высшее мгновение Своей жизни? И Гагарин С обычной чуткостью Уловил настроение окружающих, Значительность их ожидания. Конечно же, ребята мечтают О подвигах, О невероятных полетах, О славе, И ждут чего-то высокого И одухотворенного. Герой должен был думать О планетарном, Вселенском, Вечном. Они хотят получить сейчас И небо, И звезды, И человечество, И эпоху, И все высшие ценности. Но Гагарин молчал, И пауза угрожающей затянулась. Он был сейчас очень далеко отсюда, От этого чахлого садика, Теплого вечера, Юношеских доверчивых лиц, В другом времени и пространстве. Видишь ли, дружок, Сказал Гагарин Носатому курсанту, У меня тогда развязался Шнурок на ботинке, И я об одном думал, Как бы на него не наступить. Не то, представляешь, Какой позор В космос слетал, А тут на ровном месте Растянулся. Ночью курсант Никак не мог уснуть. Он ворочался на койке, Вздыхал, крякал, Что-то бормотал. Да угомонись ты, Черт тебя подери, Не выдержал сосед. Слушай, Без обиды сказал курсант И сел на койке. А ведь я тоже мог бы, Как Гагарин. Что? Что ты, ты, как Гагарин? А вот и мог бы Думать о шнурке. Сосед уткнулся носом В подушку И в темноте Казалось, Будто он плачет. Но и тут курсант Не обиделся, Понимая, Что по обыкновению Не сумел выразить Свою справедливую мысль. Он тысячи раз повторял В воображении Подвиг Гагарина И твердо знал, Если его пошлют в космос, Он не оплошает, Не дрогнет, Разве что побледнеет. Он видел себя На космодроме, Видел в космическом корабле, Но не видел На красной тропочке славы, По которой легко, Уверенно, Сосредоточенно И радостно Прошагал Гагарин. Ведь, чтобы идти так На глазах всего света, Надо что-то большое Нести в себе. А он, курсант, Постоянно думал О всякой чепухе, О девушках, Футболе. Такому пустому, Нулевому человеку Нечего делать В скрещении Мировых лучей. И, следуя Обратным ходом, Он начинал сомневаться В своих возможностях Совершить подвиг. А если не будет Подвига, То зачем тогда жить? Гагарин Вернул ему Веру в себя. Впервые за много дней Курсант Засыпал Счастливым. Вернул ему Субтитры создавал DimaTorzok День с Германом Титовым Или еще раз об улыбке Гагарина Герман Степанович Титов Один из самых ярких людей, с какими сводила меня щедрая жизнь Блестящий летчик и спортсмен Он пишет стихи и прозу Выразительно декламирует Прекрасно разбирается в музыке Сам поет и заразительно лихо пляшет При этом он всегда заряжен на размышления На умственный обмен И просто удивительно, как он легко переходит из одного состояния в другое От безудержного веселья к серьезности принципиального спора От крепкой шутки к грусти воспоминаний Я провел с Титовым какой-то непомерный день Время величина непостоянная, может растягиваться и сжиматься в зависимости от наполнения Я не заметил тогда, как промелькнул хмурый мартовский денек в звездном городке А сейчас мне не верится, что все бывшее там и впрямь уместилось в одном дне Приехал я к Титову в связи с предполагавшейся постановкой большого художественного фильма о Юрии Гагарине Эту дерзкую мысль вынашивала киностудия имени Горького А мне предстояло писать сценарий Что вас интересует? Спросил Титов Все? Ответил я Ну, если все, так слушайте И неожиданно включил магнитофон Вначале было лишь смутное бурление сильных мужских голосов Затем шум примолк И кто-то звонко, рубленно произнес тост расставания с хозяином дома Это мне проводы вчера устроили, пояснил Герман Степанович Николаев получил назначение на место Гагарина, а я на место Андрияна Он коротко усмехнулся Мы весь наш мальчишник на пленку записали Под старость будет, что вспомнить Я с огромным интересом прослушал эту запись сдержанного мужского веселья С хорошими песнями и каблучной дробью С добрыми шутками и розыгрышами С тем подчеркнутым молодечеством Что должно прикрыть грусть неизбежную, когда нарушаются привычные связи А потом Титов читал мне свои записные книжки Большинство записей касалось, естественно, космонавтики Но были изжатые острые характеристики разных людей и событий Оценки прочитанных книг Увиденных фильмов и спектаклей Отзывы на явления международной жизни Особенно интересны записи, посвященные Гагарину Едва ли где найдешь такую широкую и многогранную характеристику космонавта-один, как у Германа Титова Он открыл мне глаза на громадную общественную деятельность Гагарина Как хорошо пишет Титов о погибшем товарище Ни тени понебратства Той дружеской развязности, на которую он, казалось бы, имел право Он даже называет его по имени-отчеству И это в интимных, не предназначенных для публикации записях Необыкновенное достоинство Высота тона Глубокое уважение Сквозь которое едва уловимо, как запах осени в августовский разгар лета Проникает печаль вечной разлуки В утро полета Они проснулись бок о бок в общем номере гостиницы космонавтов Минута в минуту открыли глаза Приподнялись, повернулись и столкнулись взглядом Уловив марионетушную синхронность их движений Титов со смехом сказал Мы с тобой, как чечетушники, братья Гусаковы Эта синхронность оборвалась лишь на космодроме Байконур Куда они прибыли в полном облачении космонавта Гагарин летел, а Титов оставался Тебя берегут для большего, сказал Гагарин, прощаясь с другом Второй полет будет куда сложнее Это было сказано от доброго сердца Гагарин не знал, насколько точно угодил в цель Титов стал космонавтом два Но он оказался первым, ощутившим в полной мере космические перегрузки За один виток Гагарин не мог их почувствовать Финал нашей встречи оказался обескураживающим для меня, как сценариста Я спросил, будет ли Герман Степанович поддерживать нашу картину Вам откуда-то известна фраза Королева об улыбке Гагарина Мол, слетал бы не хуже и другой космонавт Но поди улыбнись так миру и людям, как это сделал Гагарин Шутка? Нет, это очень серьезно Не надо понимать слова Королева буквально Хотя никто не может поспорить в улыбке с Гагариным Разве только Джаконда Но Монна Лиза улыбается таинственной, из мглы женской души А он открыто, весело, нежно Нельзя не откликнуться И весь мир от мала до велика улыбался в ответ Гагарину Вы не хуже моего знаете, как искажает наш облик буржуазная пропаганда И вот на обозрение всему свету Вышел молодой советский человек из самой гуще народной Выращенной и сформированной нашим строем Нашей идеологией И оказалось, что он прекрасен И не нужно было никаких доказательств Все решила улыбка В ней открылась миру наша душа И мир был покорен А когда улыбка Гагарина погасла То плакали все И бедные, и богатые И верующие, и неверующие И белые, и черные Вы хотите сделать художественный фильм о Гагарине Честь и хвала вашей отваге Но понимаете ли вы, что люди слишком хорошо помнят Гагарина Несут его в себе Если актер, предназначенный на его роль, уступит ему в обаянии Не сможет улыбнуться по-гагарински То ваш фильм и полушки не будет стоить Потому что принесет не выигрыш, а ущерб И уж лучше сделать большой обстоятельный документальный фильм Где Гагарина будет играть он сам Поймите, я вам друг Но только при одном условии Если найдут улыбку Гагарина Иначе не только я Но и все мои товарищи-космонавты будут против Художественный фильм о Юрии Гагарине Охватывающий всю его короткую и необыкновенную жизнь Так и не был запущен в производство У нас много талантливых актеров Но нет гагаринской улыбки И все же фильм о Гагарине поставлен О его детских годах Нет, мы так и не нашли актера Да в том и не было нужды Нашелся мальчик Московский школьник С гагаринской улыбкой глаз и губ Звезды в степи Вновь зацветут незнакомым огнем Где-то вдали Чутком молчании спит космодром Новые люди придут Только друга не вернем Звезды под утро цветут Незнакомым огнем Мы снова вспомним о нем О ласковом друге своем Вспомним звездный причал И учебный штурвал Как нас Юра в полет провожал В полет провожал Вспомним о нем Жить рядом с ним нам с тобой повезло Вспомним о нем Нам он оставил любовь и тепло Все он оставил живым Кроме права делать зло Вот мы о нем говорим И на сердце светло Мы снова вспомним о нем О ласковом друге своем Вспомним звездный причал И учебный штурвал Как нас Юра в полет провожал Юра в полет провожал Звезды в степи Вновь зацветут Незнакомым огнем Вся наша жизнь Как бесконечная память о нем Будут улыбки побед Только друга не вернем Брежет в тумане рассвет Словно память о нем Мы снова вспомним о нем Вспомним звездный причал И учебный штурвал Как нас Юра в полет провожал Юра в полет провожал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok